друзья с вами будда гришна сегодня весь день я вообще не планировал на самом деле сегодня снимать скажу откровенно потому что вчера до половины четвертого я даже позже еще не спал уже как перестал новости читать и в какой-то момент понял что если я не отложу телефон в сторону я просто не прекращу смотреть потому что новостью они валом идут и сегодня понимая состояние общее я как-то для себя подумал что наверно лучше будет просто помолчать но скажу честно я когда снял первое видео на пол 30 минут длится это больше наверно все и новости какие-то эмоции потому что вот как называется просыпаешься вот это все по новой опять ты все это читаешь все новое 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 и не знаю может быть кому-то это могло тоже выразить свои какие-то комментариях мысленно мне это очень помогло ты уж так вышло что дальше читаешь дальше читаешь и хочется и это обсудить и это и об этом сказать и вы знаете сейчас уже как-то попритихло немножко вот к 9 часам читаешь истории конечно тех кто не выжил вот сейчас прочитал про парня который подрабатывая гардероб ислам его зовут вывел больше ста человек до через служебный выход мне бы хотелось без сегодня ничего не появится больше закончить я сегодня намеренно не снимал больше ни на какие темы потому что мне кажется просто невозможно завтра вы знаете общенациональный траур мне бы хотелось закончить эту тему и сегодняшний день теми словами которые написаны в шапке у меня в шапке моего канала который вы видите когда заходите на youtube на телефоне например сверху написано вместе мы сила вы знаете друзья сейчас читаю что американцы решительно осуждают то что случилось и опять призывают своих сограждан быстрее покинуть россию я считаю что это элемент психологического давления то есть на фоне того что случилось еще больше запугать людей в россии это делается исключительно из самых ненавистнических целей по отношению к нашей стране но прячутся они за своей дежурной улыбкой как мне кажется да друзья что я хочу сказать наблюдая за реакцией общественности нормальных здоровых людей я вижу что абсолютное большинство стран осуждает то что случилось абсолютно солидарность россии но самое главное мои хорошие друзья я бы хотел сказать что наблюдая за тем что делали люди от 15-летнего гардеробщика до того кто напал на террориста и обезвредил спас десятки людей если не сотни от выхода на выходе террориста и до того что не было паники выходили люди и люди я еще раз повторюсь люди поддерживали друг друга люди не бросали друг друга вы знаете я хочу сказать что вот то чтобы сформировано на фоне операции вот это гражданское общество которое стало понимать что мы несем ответственность за свою страну за свою родину она у нас одна больше нет нигде земли такой как наша родина нигде больше никто нигде нас не ждет и нигде никогда не будет души русского человека хорошо так как дома вот это понимание ответственности за себя за ближнего за семью за родину который у нас появилась родилось и сплотил нас мы повернулись друг другу лицо и видя что в экстремальной ситуации люди вот так проявляют себя я могу сказать действительно вместе мы сила вместе мы сила я хочу сказать что я вас всех очень люблю друзья я читал комментарии очень тяжелый день очень тяжелый день целый день пропускать через себя все это непросто не представляю как людям которые были там дай бог им всего самого наилучшего в жизни те кто вышел я надеюсь что вы справитесь и вам помогут те кто не вышел еще раз говорю выражая соболезнования всем близким это страшная страшная трагедия это страшная утрата но еще раз говорю друзья мы сейчас должны сплотиться плечом к плечу увидеть что опять они призывают покинуть страну они будут делать все чтобы давить все делать чтобы давить психологически еще сильнее они будут говорить что мы осуждаем эти действия что они ни при чем но они будут делать все для того чтобы еще это их цель запугать посеять хаос межнациональную вражду что сейчас я наблюдал в комментариях когда по отношению к таджикам началось это учитывая что граждане таджикистана задержаны там таджики задержаны да вот и я сейчас посмотрел министра чеченской республики золотые слова он сказал что таджикистан подарил десятки героев великой отечественной советского союза и по каким-то ни в коем случае нельзя допускать межнациональной вражды потому что в россии проживают огромное количество национальности мы все живем в мире и согласии а сейчас на фоне проводимой операции мы живем плечом к плечу напомню вам друзья мои хорошие что великое отечественное там не рассказывал дедушка в окопе лежали рядом грузин осетин русский чеченец таджик абхаз и так далее так далее и они не делали различий между собой они были объединены единой целью отстоять свою родину если бы в тот момент когда кто-то совершил что-то они бы сказали а это же вот таджик сделал и началось сомневаясь что с таким настроем чего-то вы там выиграл тут для них это не был национальность для них это был нехороший человек бандит преступник вот так нужно мыслить это не национальность это просто преступник поэтому мы живем в мире и согласии проблемы с мигрантами есть во всех странах это отдельная тема для разговора абсолютно вынесенные за скобки профилактика проводится какие-то проблемы остаются они решаются но сейчас специально из сопредельного государства эта тема будет разгоняться там они цепляются за что угодно лишь бы разогнать и вбить клин между нами между нами и президенту путина который получил колоссальную поддержку поэтому давайте сомкнем наши ряды встанем плечом к плечу невзирая ни на какие вероисповедания национальности как это всегда и было мы любим друг друга мы едины и именно поэтому мы не победим и мы не говорим о том кто какой национальности есть хороший человек и плохой есть хороший человек и преступник есть хороший человек и нелюдь который способен совершать такие вещи и не более того вот такими категориями я считаю мы должны мысли и видя что там не угоманиваются опять психологически нас воздействует а я это квалифицирую как психологическое воздействие призывы там уехать своих сограждан мы должны понимать что они не отстанут мы должны понимать что мы должны быть вместе вместе мы сила вместе с президентом вместе друг с другом обращены лицом друг другу помогающие друг другу бдительные вместе с правоохранительными органами сообщающие обо всех странных предметах подозрительных людях звонках каких-то телефонов еще о чем-то мы должны мобилизоваться с точки зрения не расслабленной прогулочки а бдительного постоянного не страха а ответственности за свою жизнь жизнь окружающих и судьбу нашей страны нашей родины только так каждый из нас мобилизовав себя внутри не пропуская никаких правонарушений каких-то моментов мы сможем преодолеть очень непростое время это уроки которые мы проходим это время выпал выбрала нас называется и мы должны очень достойно выйти из него с высоко поднятой головой я вас всех люблю друзья мои хорошие в комментариях такое количество значит людей из сопредельного государства пытаются разогнать волну это фантастика просто просто фан цепляясь за все абсолютно рассматривая любые там вопросы пытаясь разогнать недоверие к власти и так далее я хочу сказать что намеренно не удаляю комментарии для того чтобы изучили соответствующие структуры и при необходимости могли определить по этим комментариям каких-то радикальных элементов которые могут совершить или может быть скажем не то что симпатизируют а а может и симпатизирует вот этим вот не людям которые совершили такие вещи может быть способны тоже на что-то подобное мы с вами люди самое главное мы с вами люди и мы не радуемся чужому горю потому что в нас есть человеческое друзья вместе мы сила с вами был будда гришна берегите себя берегите своих близких будьте бдительны плечом к плечу вокруг нашего президента подписывайтесь на телеграм-канал будда гришна новости там очень много новостей в том числе на эту тему успехов здоровья всем пока до встречи